Вот здесь, когда доходишь до вот этих практик, казалось бы, вот эти вот вещи уже встречаются в татахинке. Уже там, ну не все люди, которые занимаются там этими делами, или там во вьюинге, в том же самом, не все люди, которые занимаются вот этими делами, они прокачаны настолько, чтобы вообще загрузиться на эту глубину. Но есть же те, кто может, есть же те, кто там годами тренируется, есть те, у кого это все получается, у кого реально это работает. И вот тут получается, что практики искренности – это следующий шаг углубления в себя и следующий шаг убыстрения развития событий. И видите, практики искренности, они вот на этом уровне, они вообще становятся в дилемму очень большого количества людей, деньги или предназначения. Понимаете, на каком уровне выкидывает обратно человек вверх в развитии? Вот он занырнул, и как вот выталкивающая сила, раз, и у человека дилемма – деньги или предназначения. Человек идет заниматься, например, серьезной практикой. И тут раз – поперло, деньги пошли. И человек променивает свое предназначение на финансы, и его хуба навыкинула, и уже на этот уровень не загрузишься. Ты вроде растрансован, и вроде все, а у тебя ничего не работает. И на этой дилемме прокалывается, ну, просто очень большое количество людей, потому что, смотрите, уже к такому уровню, как правило, человек нормально прокачанный, который там работал с аудиторией, он имеет уже большую аудиторию, он имеет уже какую-то статусность и так далее, и он в какой-то момент прокалывается. И вдруг он начинает давать там серьезные техники на 100 человек. Серьезная техника на 100 человек никогда не дается. Чем более серьезная губинная техника, тем меньше количество людей вообще могут ее воспринять. Я вот сравниваю те же самые техники по экстрасенсорике, если что давал тот же самый Юрий Пичугин. Он реально, максимальная группа, которую он держал и потел, было 8 человек. Ну, и при этом, когда я услышала, что в России там на 100 человек вьюинг дается, я долго смеялась, потому что я понимаю, просто собрали деньги у людей. Там о состояниях речь не идет вообще. Тренер не может, а еще если по скайпу, то это вообще тренер не может держать эти аудитории. Это не тот уровень техник, это дает самую поверхность для тревожников снять. Но тогда, извините, это же совсем тоже разрыв очень большой по глубине, по восприятию и по результатам. И вот реально один из таких маяков, когда человека просто выбрасывает из серьезных техник, из магии, из вот этих вот возможностей, своих возможностей. И когда человек ведется на финансовую составляющую, идет подмена, когда он начинает выполнять не предназначение, а заниматься бизнесом. Все, тема закрывается. Сколько сект было разрушено на бизнесе? Крупных там, где, а шо, нормальный дядька, да, на чем прогорел? Рон Хаббард на чем прогорел? С одной стороны, своя империя, с другой стороны, к берегу не пристать, да? И вот как не возьмешь, а человеку остаться спокойным, остаться в состоянии и при этом продолжить заниматься, ну не сбиться со своего пути, продолжить развитие. Вот здесь такая якорная. Если вы читали книгу Крайона, когда называется «Путь домой», по-моему, книга называется, или «Путь к себе», «Путь домой», по-моему, там описаны стадии просветлений, там вот до седьмой стадии, там тоже семь стадий, и вот на шестой стадии он там бился с драконом. Вот у нас почему-то принято ассоциировать, что дракон – это программа ума. На самом деле программа ума, с ней биться не надо, она абсолютно послушна уже в состояниях, она абсолютно нормально идентифицируется и выполняет свою задачу. Вот здесь у человека будет битва с собой, потому что у него включится тот момент, когда либо он пойдет по своему жизненному пути, по своему сценарию, да дальше, либо когда он поведется и уйдет в материальную жизнь за счет зацепа за выгоду. Ну, в нашем мире это чаще всего выгода денежная, да, там уже могут быть драгоценности, там могут быть любое-другое проявление. Но сам факт, что когда человек ставится перед вилкой, ему приходится убить своего дракона, этот же дракон в нем, нигде-то. Вот эти практики следующего уровня – это практики искренности самим с собой. Это самый сложный момент, потому что во время этих практик ты четко осознаешь, что ты измеряешь мир через себя, ты видишь мир через себя. Мало того, что уже мир стал субъектами твоей реальности, и тебе очень тяжело чувствовать твоих близких людей, потому что они субъекты твоей реальности, потому что ты находишься в субъективном восприятии. Вот, с другой стороны, у тебя чувствительность развилась до такого уровня, что когда ты выходишь в состояние любви и радости, то все люди, которые находятся ниже плинтуса, у тебя вызывают момент откачки сил внутренних, и тебе это не надо. И ты не хочешь уже в социуме, в таких местах, где большие тусовки появляться, вот, и поэтому очень многие жили в аскетизме, потому что им было дискомфортно в социуме, потому что они чувствовали людей, но чувствовали не их боль, например, а чувствовали, ну, если боль шла на уровне чувства, то да, вот. Вот, а есть же моменты такие, когда человек становится, с одной стороны, он к людям относится как к субъектам своей реальности, да, как некак к людям, у него нет вот этой сострадальческой функции, а с другой стороны, у него есть повышенная чувствительность, которая может вызывать и брезгливость, и все что угодно, да. То есть это такое явное испытание, когда люди уходили в монастыри, там, в аскетизм и так далее. Вот этот вид техник, когда ты углубляешься еще глубже в себя, в торможении, ты, по сути дела, приходишь к своему белому свету, когда ты действительно, если ты вот эти практики прошел быстро, то вот, как Суфия рассказывает, там материализация может наступать, когда человек пожелал, у него это проявилось в жизни, как у Саибабы, надо яйцо, яйцо проявилось, надо кольцо, кольцо проявилось, без полного зацепа на материальное, потому что если ты где-то зацепишься, и полная искренность самим собой. Вот эти вот техники, и видите, они еще чем чреваты, здесь получается полная ответственность на человека, ведь он, по сути дела, в прямом коннекте с информационным полем и с тем огромным потоком энергии, которую он может уплотнить и материализовать, да, то есть вот это магия настоящая, вот эти вот техники, это и есть магия настоящая. А с другой стороны, он должен держать такой силовой поток через себя, это значит, что в нем рамок ограничивающих, практически никаких не осталось. Ашок говорил, что у него оставалось 300 программ, когда он жил. У нормального человека 2,5 тысячи, у человека больного тела может держать 3,5 тысячи блоков, да. Каждая программа имеет отход в теле, грубо говоря, в блок, да. Так вот, каждая программа – это наше убеждение, которое нам выгодно, нам зачем-то. Вот, и получается, что когда у нас слишком много вот этих вот программ и убеждений, тело не держит. А когда их слишком мало, тогда у нас идет достаточно большой энергетический поток через тело, и, ну, это уже совсем другая, другая жизнь. И вот здесь я это отношу уже не к техникам. Вообще, что касается техник, вот уже на этих уровнях, надо понять одно. Но психотехник как таковых уже, когда вы ушли в глубинный транс, не существует общих для всех. То есть есть принцип действия. Принцип действия, принцип общения с Богом и принцип общения с самим собой. А техники вы можете придумать любые. И та техника, которую вы сочтете рабочей, и поверите в нее, она будет работать. Их может быть миллион. Брать как техниками и повторять чье-то вообще не имеет смысла. Ну, это просто, ну, чужую одежду в себя напягивать. А когда вы уже дошли до того, что вы можете грузиться в такие состояния, когда у вас работает программа ума, она вам по задачу выдаст варианты, каким образом можно провести канал с бессознательным. Каким образом можно это все согласовать с Богом и запустить в реализацию. И у каждого, поверьте мне, каждый может наработать технически. Для кого-то надо нарисовать, что он приходит в монтажерку и там что-то делает. Для кого-то надо маячок, для кого-то надо с Богом запросить. Кому-то надо прочувствовать по киноэстетическому каналу. Кому-то надо по идеальному, кому-то по визуальному. А у кого-то вообще он расслаблен, он вообще не запаривается насчет каналов. И у него вдруг ни с того ни сего начинает включаться, и это начинает работать. Просто вот здесь, вот эти уровни психотехник, здесь понимаешь глубину-то, куда ты дошел, да? То есть насколько ты заторможен, что у тебя активно работает программа ума в этих состояниях. Ты знаешь, чего ты хочешь, ты сделал выбор, ты принял этот мир, ты принял себя. Ты находишься в состоянии любви, ты наблюдаешь за собой, находящимся в состоянии любви. Ты честен сам с собой. И по сути дела все. Аллилуйя, ты просветлен. Аллилуйя. И ты начинаешь угружаться в эти состояния, и вдруг у тебя пошла информация. И ты ведешься за этой информацией, и она пройдет наилучшим, наивысшим образом. Это будет самая лучшая психотехника. И вот для этого же надо овладеть инструментарием всех вот этих предыдущих психотехников. То есть ты набираешь, я так понимаю, инструменты, 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 а потом ты уже понимаешь... А потом можешь эти инструменты состыковывать, можешь придумывать новую кувалду себе. Сколько захочешь. И когда начинаешь заниматься вот этими вот техниками серьезными, здесь остается последняя ловушка. То есть религиозная уже, понимаете, на этих стадиях уже не работает. Ни религиозная, ни государственная, ни эгрегорная. Они уже все, они отвалились. Рамки уже расширены. Уже человек сидит на потоке. И здесь остается последняя ловушка. Эта ловушка через эмоциональную привязку, чаще всего через страх. Последняя ловушка, которая начинает срабатывать, что если ты туда пойдешь, вот тебе остается последний шаг сделать, а тебе страшно, тебе страшно на вершину залезть. Если ты туда пойдешь, вот это же магия, это же неизвестно, это же это. И зачастую в голове начинается бредятина. А еще бессознательность, внешний мир, отражение наше внутреннее. У нас только возникло внутреннее сомнение. И тут раз по телевизору показывают, он занимался магией, он пострадал. Тут приходит кто-то из знакомых и говорит, слушай, это так плохо. И у тебя это начинает поднимать программа эмоциональная. Так вот наши эмоциональные, вот эта составляющая, это последняя ловушка для того, чтобы все это работало. Если до этого дошел и чувствуешь, что страх погнал, просто надо преодолевать и делать. Но для того, чтобы страх чуть-чуть погасить, надо все делать через Бога. Абсолютно все. Начиная с третьего уровня техники, дальше все делайте через Бога. Для чего делайте через Бога? Потому что нам надо бесподобная вера в результат. Нам надо, чтобы снаружи проявлялся результат. Даже в том же самом гипнозе, как только ты начинаешь трансом заниматься. Если у тебя получилось загипнотизировать человека, ты веришь в свои способности. Не получилось – не веришь. И вот это получилось работает каждый раз на укреплении, на расширении твоего силового потока. Это сами силовые техники. Здесь точно так же. Как только ты с Богом, ты понимаешь, что ты в защите. Ты понимаешь, что ты не можешь накосячить. Если у тебя возникло сомнение, сомнение способно, посеянное сомнение способно разрушить все, что угодно. И даже в психотехниках, в техниках манипуляции, мы на прошлом клубе говорили, иногда имеет смысл человеку специально посеять сомнение для того, чтобы достигнуть определенного результата, зная заведомо, что просто вопрос времени, как оно разрушит у него в башке все, что надо разрушить. И вы понимаете, у вас посеялось сомнение, идет процесс разрушения. Значит, четко переключаетесь на Бога, Бог сомнение выключает. И тогда вы четко знаете, что у вас результат проявляется, и этот результат у вас появляется в жизни достаточно быстро.